Приветствую вас, дорогие братья и сестры, друзья! Друзья, мы продолжаем цикл бесед о молитве Господней. «И остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим». Так по-церковно-славянски звучит Пятое прошение этой главной христианской молитвы, о которой мы говорим, которую мы с вами находим в Евангелии и которую сам Христос оставил своим последователям. По-русски это прошение можно выразить так – «И прости наши грехи, потому что и мы прощаем тех, кто согрешил против нас». Здесь сразу же следует заметить, что в этом прошении соединено два акта. Прощение наших грехов Богом связано с прощением грехов против нас. Христос говорит «Ибо если вы будете прощать людям согрешение их, то простит и вам Отец ваш небесный. А если не будете прощать людям согрешение их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». И, конечно, именно здесь, в этой связанности, в этом соединении глубочайший смысл этого прошения молитвы Господней. Но, может, прежде чем в эту связь вдуматься, погрузиться, мне, думается, следует остановиться на понятии греха, так как оно стало совсем чуждым современному миру и современному человеку. Посмотрите, человек знает понятие преступления, которое связано прежде всего с нарушением того или иного закона. Понятие преступления относительно. Так, например, в одной стране может быть преступлением то, что не является преступлением в другой. И если, и мы знаем, если нет закона, то нет и преступления. Преступление не только соотносится с законом, но оно в какой-то степени рождено им. А закон, в свою очередь, порожден прежде всего социальными потребностями. Ему нет и не может быть дела до того, что происходит на глубинах человеческого сознания и духа. Пока не нарушает человек мирной жизни общества и не наносит очевидного вреда другим или же установленному порядку, преступления нет, как нет и закона. Я думаю, многих такие рассуждения могут смутить или вызвать недоумение. Я постараюсь развеять ваши недоумения и поясню. Смотрите, ненависть, например, не может быть составом преступления, пока она не привела к какому-то действию – удару, убийству, ограблению. С другой стороны, закон же и не знает прощения, потому что само назначение его в том, чтобы защищать и поддерживать порядок в человеческом обществе. Порядок, основанный на действии закона. Поэтому так важно понять, что когда мы говорим о грехе, мы говорим о чем-то глубоко отличном по самой своей сущности от социального понятия преступления. Если о преступлении мы узнаем от закона, то о грехе мы узнаем от совести. Если нет в нас, если ослабевает в человеческом обществе понятие совести, или лучше сказать, непосредственный опыт совести, то, конечно, чуждым, непонятным и ненужным делается религиозное понятие греха и связанное с ним понятие прощения. Так что же такое совесть? Что такое грех, о котором говорит нам, который являет нам наша совесть? Это не просто некий внутренний голос, говорящий нам о том, что плохо и что хорошо. Это не просто врожденная способность человека отличать добро и зло. Это что-то еще более глубокое, еще более таинственное. Человек может твердо знать, что он ничего не сделал плохого, ни в чем не нарушил закона, не причинил никому никакого зла, и все-таки иметь нечистую совесть. Чистая совесть, нечистая совесть – это привычное словосочетание. Может быть, лучше всего эти словосочетания и выражают таинственную природу совести. Вот некогда Иван Карамазов у Достоевского, помните это произведение? Так вот, Иван Карамазов знает, что он не убил отца, и также твердо знает, что и он виноват в убийстве. Совесть и есть вот это чувство вины на глубине сознания своего участия не в преступлении или зле как таковом, а в этом глубоком внутреннем зле, в той нравственной порче, из которой вырастают все преступления на этой земле, перед которой бессильны все законы. И когда произносит Достоевский свою знаменитую фразу о том «каждый перед всеми за все виноват» – это не риторика, это не преувеличение, не болезненное чувство вины, – это правда совести. И дело совсем не в том, что каждый из нас иногда, кто режет, кто чаще, нарушает те или иные законы, повинен в больших или меньших, гораздо чаще мелких, маленьких преступлениях. Дело в ином. Дело в том, что все мы приняли как самоочевидным закон, но внутреннее разъединение, ту внутреннюю противопоставленность друг к другу, ту разбитость жизни, то недоверие, то отсутствие любви и связанности, в которых живет мир и неправду которых и являет нам. наша совесть. И вот это очень важно уяснить, особенно в наше время. Уяснить, что подлинный закон жизни совсем не о том, чтобы только не делать зла, а в том, чтобы делать добро. И это значит, прежде всего, любить. И это значит, прежде всего, принимать другого. Это значит осуществлять то единство, вне которого даже самое законное общество все равно становится внутренним адом. вот это и есть грех. И о прощении этого греха, греха всех грехов, мы и молимся, молимся в пятом прошении молитвы Господней. Но осознать все это, как грех. Но просить прощения этого греха, это ведь и значит осознать свою разделенность с другими, это и значит стремиться к ее преодолению, и это значит уже простить. Ибо прощение есть таинственный акт, которым восстанавливается утраченная целостность и воцаряется добро. Прощение есть акт незаконный, а нравственный. По закону всякий согрешивший против меня должен быть наказан. И пока он не наказан, законность не восстановлена. А по совести, по закону нравственному важно восстановление незаконности от целостности и любви, восстановить которые никак закон не может. Это может сделать только взаимное прощение. Если мы прощаем друг друга, то и Бог прощает нас. И только в этой взаимной связанности прощения нашего и прощения свыше очищается совесть и воцаряется свет, которого на глубинах своего духа и ищет, и жаждет человек. Ведь по-настоящему важны для нас не внешний порядок, а чистая совесть. И порядок, конечно, нужен, но прежде всего чистая совесть. Тот внутренний свет, без которого не может быть подлинного счастья. Поэтому остави нам долги наши, долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. Это прошение о нравственном очищении, о возрождении, без которого не поможет в этом мире никакая законность. может быть, страшная трагедия нашей эпохи, тех обществ, в которых мы живем, как раз в том, что они много говорят о законности и справедливости, много цитируют всевозможные тексты, но при этом в них почти совсем утрачена сила и нравственная красота прощения. Поэтому прошение молитвы Господней о прощении грехов тех, кто согрешил против нас, нами и наших, Богом, составляет, возможно, центр того нравственного возрождения, перед которым мы стоим в эту эпоху, перед которым мы стоим все, можно сказать, сейчас в мире. Субтитры создавал DimaTorzok